С 2 по 3 февраля в IT-парке проходит первый республиканский образовательный IT-хакатон для школьников от 14 лет и студентов. Хакатон – форум разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения совместно работают над решением какой-либо проблемы. Очень классно, что вы в своем возрасте уже пытаетесь соревноваться в этом вопросе, то есть пришли на этот хакатон и с удовольствием хотите сделать какой-то, может быть, продукт, решение за очень короткий промежуток времени. Участниками мероприятия стали 15 команд, учащихся в возрасте от 14 лет со всего Татарстана. В течение двух дней они будут создавать телеграм-боты под различные задачи. Ребята будут разрабатывать реальный продукт, это бот студентов-мати-талантов, который будет сопровождать их на этапах обучения мати-талантов, и бот для IT-академии по сопровождению их участников по курсам, ориентации и навигации. Ответственно, сегодня они будут разрабатывать такие первые пробные продукты, завтра они эту работу продолжат. Мы отберем команды, которых впоследствии возьмем на сопровождение и будем уже их вести в путь до реализации этого продукта. Стоит отметить, что участия в АКТО не принимают и учащиеся лицеев Казанского федерального университета. Четыре участника из IT-лицея и один участник из лицея Лобачевского. Создадим конкретного бота, который будет помогать студентам в реализации их потенциала конкретно в университете талантов. То есть, допустим, они смогут общаться с экспертами в рамках этого бота, получатся какие-то ответы на свои вопросы, которые им будут нужны. Нас изначально выставляли сюда как победителей, то есть ни на что иное, кроме победы, мы не рассчитываем. Стараюсь участвовать на всех актентах, которые вижу, на которые могу зарегистрироваться. Это дает опыт, новые знания, новые знакомства, общение с наставниками, с экспертами и просто возможность проявить себя как разработчик, как начинающий программист. Хочу поступить в университет, вообще рассматриваю варианты ИТИСа, то от того же. Будущего хочу стать программистом, разработчиком и сделать что-то крутое, все современное. По результатам защиты проектов победители получат приглашение стать студентами университета талантов, а также сертификаты на обучение в IT-академии. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс.